Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Дейдим царя Давида. У нас сегодня тридцать девятый псалом. В первую очередь, во всех древних книгах пишут о том, что тридцать девятый псалом это молитва для тех, кто страдает от болезни. Если человек болеет и чувствует истощение от своего внутреннего, духовного, он должен все время читать этот псалом. Что еще говорится о нем? Например, человек хочет подняться в духовном или материальном, или получить физически новую работу, или в духовном перейти на новый уровень. Он должен выйти на улицу и утром, рано-рано утром, чем раньше, тем лучше, но когда уже солнце встало, на воздухе, прочитать семь раз этот псалом и попросить о этом поднятии. Написано, что тридцать девятый псалом облегчает суды. Что это означает? Каждый раз, когда над тобой написано, над каждым человеком есть суды. Каждый день судят человека. То за одно, то за другое. Вот когда над тобой суды, когда чувствуешь, что что-то не ладится, что какие-то явно проблемы, облегчают суды. Каждый раз надо читать этот псалом. В Хаседуте на Тиелим пишут, что этот псалом рассказывает, как правильно молиться. На слова «и на тебя упование мое». Поэтому написано, что когда человек просит у Всевышнего о пропитании, о чем-то другом, на небесном суде находится всегда обвинитель, который говорит, что этот человек не достоин, особо есть такие проблемы. Но когда человек молится об уверенности в Боге, уповании на него, то никто не сможет возражать и дальше с упованием придет уже и то, что ты просишь. Написано, что когда посты вот какие-то, во время поста чтение этого псалма, совершенно удивительное действие. Очень сильно действует, ну как бы усиляется действие любого вопроса, когда в посты ты читаешь 39-й псалом. Написано, что этот псалом читают, когда болит душа, когда какие-то превратности судьбы мешают. И чтобы понять, что происходит, немножко справиться с плохим, читают этот псалом. Я уже говорил, что Раби Нахман сказал, что любой суд, который есть над человеком, смягчается этим псалом. Что еще? Читают данный псалом, написано в самых безвыходных ситуациях. Когда нужна помощь Богу, когда чувствуешь, что как-то уходит почва из-под ног. Читают, чтобы обрести надежду и чтобы немножко подготовиться к тому, что происходит с тобой в мире. 39-й псалом называется у наших мудрецов молитва за того, кто страждет. Если ты хочешь за кого-то помолиться, что у человека какие-то проблемы, ты за него можешь читать 39-й псалом. Если есть какой-то мучающий человек, очень сильный вопрос, он держит суточный пост, написали мудрецы, с вечера до вечера, и потом 15 раз читает этот псалом, после каждого псалма обращаясь с молитвой о том, что он хочет узнать, и потом ложатся спать один в какой-то комнате и получает ответ на свои вопросы. Вообще, пишет 39-й псалом, это молитва Давида о страданиях. Но не претензия негодования, а сокрушение, что боль духовная и физическая отрывает от изучения Торы, препятствует продвижению человека. И одни человека скоротечны, и неведом конец. Поэтому это такая, знаете, тонкая-тонкая молитва, задевающая струны внутри человеческой души, и которая дает с неба милосердие. Ну вот, пожалуй, все. Прохава от Слаха. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok